Музыка Выпускные испытания позади, впереди вступительные экзамены. Для вузов и колледжей горячая пора. Снежана Горбунова давно решила, после девятого класса пойдет получать профессию. Так поступить легче, а следующим этапом станет вуз. Потому что ЕГЭ сейчас очень сложно сдать. Нужно не только школьную программу проходить, но и самостоятельно это все изучать. И у некоторых просто другие приоритеты в жизни. Поэтому проще сейчас поступить в колледж и уже из колледжа выпойти в вуз. С выбором колледжа определилось давно. Весь год готовила творческое портфолио. Почти все этапы вступительных экзаменов проходили дистанционно. Мой выбор пал на киноколледж номер 40 в факультет режиссуры. И вступительные испытания происходили в протяжении месяца. И все это делилось на три этапа. А вот Елизавету Тычкову ЕГЭ не испугали. Усердно готовиться к нужным предметам начала заблаговременно. Я как человек очень трепетный, как человек перфекционист. Я пыталась максимально подготовиться детально с репетиторами. Родители мне безусловно тоже помогали. Поэтому это действительно сложность не столько в заданиях, сколько в эмоциональной нагрузке. Труды не прошли даром. Блестяще сдав экзамены, Елизавета подала документы сразу в три вуза. За новую дистанционную форму сдачи при поступлении очень переживает. Я думаю, что тяжелее в том плане, что это совершенно не исследованная стезя как для учителей, так и для нас. Это все очень нервно, потому что могут возникнуть какие-то технические проблемы. Многие учебные заведения сегодня сохраняют так называемую гибридную форму приема документов и сдачи экзаменов. Это значит, что абитуриенты могут подать документы либо очно, либо через сайт университета. В колледже имели право в этом году принимать документы дистанционно, очно. Но мы решили, что у нас будет гибридный смешанный формат, и мы принимаем по большей части документы дистанционно. На сайте вуза в разделе поступающем есть специальные разделы, где ребята вместе с родителями могут подать документы. Любое поступление состоит из двух частей, говорят педагоги. Знакомство с вузом и факультетами в наше время виртуальное и подача документов. Дальше вступают в силу баллы за ЕГЭ и другие школьные заслуги. Вы должны пройти минимальный федеральный уровень по предметам, это 39-40 баллов, и в случае английского это 50 баллов. Вот с этими ЕГЭ вы можете претендовать на обучение на платном договоре, ну а на бюджетные места, естественно, конкурс повышенный, он больше. Но тоже это все можно проследить онлайн, и процедура очень прозрачная, очень доступная. Классический формат вступительных экзаменов остался в далеком прошлом. Это экономит время, стирает расстояние и границы для абитуриентов из других регионов. Теперь только старые добрые фильмы напоминают, как это волнительно – тянуть билет и отвечать преподавателю у доски. А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Четыре.